Владислав Селезнев, военный обозреватель, полковник запаса, к нам присоединяется. Владислав, добрый вечер. Друзья, добрый вечер и слава Украине. Героям слава. Начнем с ситуации на фронте, об обстановке на Харьковщине. Поговорим в первую очередь. Владимир Зеленский, президент, заявил о том, что силы обороны взяли под боевой контроль при граничье Харьковской области, где наступали российские оккупанты. Означает ли это, что российская армия там больше не может продвигаться? Какая в целом обстановка и институт изучения войны? Его аналитики утверждают, что наступление России на Харьковщине провалилось. Так ли это? Так, безусловно. Ведь фактически после того, как украинские артиллеристы получили достаточный комплект артиллерийских боеприпасов, у противника весьма призрачные шансы на расширение тех плацдармов, которые они в настоящее время занимают на севере Харьковской области. Ведь когда украинские артиллеристы работают в режиме 24 на 7, у противника нет ни единого шанса выжить. Хотя противник и пытается усиливать свою группировку действующих как в районе Вовчанска, так и в направлении Налипци, но тем не менее, режим 24 на 7. Крайне сложная боевая работа для наших артиллеристов. А также оператор Фепи Ведронов, она дает прекрасный результат. И хотя противник в Акачу удержит эту территорию, так называемую серую зону, по своим контролям говорить о возможности продвижения вперед в глубину наших территорий не приходится. Почему? В том числе и потому, что на расстоянии от 8 до 10 километров от линии государственных границ находится первая линия инженерной фортификации. В настоящее время в украинском обществе идут серьезные дискуссии, в части того, насколько готовы эти фортификации, везде созданы ли они в принципе и вообще. Но на самом деле, если бы их не было, нашим защитникам было бы крайне сложно вести оборонительные бои на этом участке фронта. Ведь очевидно, что первые 8 километров противник смог преодолеть. Почему? Фортификации там не было. Но их не было не потому, что кто-то оказался нерадимым военачальником или исполнителем. Причина совершенно очевидна. Ближе заводить строительную технику специалистов для создания инженерной фортификации ближе к госгранице невозможно. В зоне госграницы постоянно находятся в воздухе вражеские разведыватели. БПЛА, соответственно, постоянно работает по нашему приграничью вражеской артиллерии и авиация. И в таких условиях создавать проблемы для строителей с целью создания инженерной фортификации непосредственно на линии госграницы, ну крайне нерациональный подход. А вот 8-10 километров, это уже относительно... Эти сооружения находятся в относительной глубине нашей территории. Соответственно, они создают соответствующие возможности. Опять же, 8-10 километров – это первая линия. За ними следует вторая и наиболее укрепленная третья линия оборонительных рубежей и позиций. Но я думаю, что противникам физически не хватит ресурсов для реализации этих планов. Мы часто слышим от наших западных партнеров, мол, Россия не поспешила. Они не накопили достаточное количество ресурсов, прежде чем атаковать наше северное приграничье. Почему? Потому как противник четко понимал, что окно возможностей для российских оккупантов очень быстро захлопнется в связи с полноценными поставками вооружения и припасы к этому вооружению наших западных партнеров. В принципе, так оно и есть, и режим артиллерийского огня является тому ярким подтверждением. Хорошо, а каков тогда смысл этого наступления? Коллеги, в феврале 2022 года Путин, объявляя поход на территорию нашей страны, в рамках так называемой специальной военной операции, декларировал. Ему крайне важно взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей, ибо именно с этой целью он и проводил эту так называемую специальную военную операцию. Так вот, чтобы создать максимально благоприятные условия для своей группировки воздействующей на восточном фасе Российско-Украинского фронта, речь идет про три направления. Краматорская, Покровская и Кураховская. Противник, активизировав свою деятельность на севере Харьковской области, равно как и на юге Запорожской области, пытается максимально распорошить стратегические резервы украинских сил обороны, заставив таким образом наш генеральный штаб принимать решение отправлять наши стратегические резервы в место, к примеру, в район Часьяра, на северное направление ближе к Вовчанску, либо же на юг в район Работиного или Старомайорского. Логика таких действий, в принципе, достаточно очевидна, но беда для россиян состоит в том, что украинские силы обороны на двух, скажем так, второстепенных участках фронта используют ресурсы, которые непосредственно на этих участках фронта и находились. Дополнительные силы и средства там практически не задействованы. А вот что касаемо усиления наших боевых возможностей на восточном фасе Российско-Украинского фронта, этот процесс абсолютно очевиден, и он весьма-весьма своевременен, потому как противник, невзирая на огромные потери на этих участках фронта, продолжает давить, продолжает пытаться продвигаться вперед. Не так хорошо это у него выходит. Есть продвижение тактического уровня, но когда он в течение суток теряет более тысячи своих военнослужащих, а в результате получает порядка 100 метров продвижения, но это точно не про рациональный подход для реализации тех или иных задач с наступательного толка. Вот вы вспомнили Покровское направление, оно теперь тоже фигурирует в списке самых горячих направлений фронта. За 25 мая, например, оно было самым горячим, по данным Генштаба. Что там происходит, какие там действия российской армии? И что они пытаются продвинуться, какие их планы? Почему Покровск? Покровск – это фактически самый западный город на территории Донецкой области. Далее за ним уже начинается территория, фактически Днепропетровской области. Ну и противнику в Кальне важно отрапортовать. Могу вышли на административные границы Донецкой области. Но ведь среди прочего противник понимает, что для того, чтобы атаковать ему городскую агломерацию Славянска и Краматорска, ему необходимо кратно большее количество ресурсов, нежели сейчас он имеет в своем распоряжении. Я так думаю, что не просто так противник не только активничает на Покровском направлении, он также весьма-весьма ожесточенно борется за возможность зацепиться хотя бы краем, за восточный квартал населенного пункта Час-Яр. Он называется микрорайон-канал. Почему? Потому как это будет первый шаг на пути продвижения российских покупатов с целью создания плацдарма в районе Час-Яра с целью уже дальнейшего наступления на Славянска и Краматорскую агломерацию. Но пока противник не очень хорошо выходит. Хотя, следует отдать должное, противник активно использует авиацию, артиллерию, буквально смешиваясь с землей. Жилые здания, объекты социокультурные, объекты инфраструктурные на территории Час-Яра, таким образом пытаясь превратить этот город-крепость в территорию выжженной земли. В свою очередь, украинская артиллерия работает в рамках отрабатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей. Также активно работают наши операторы системы противовоздушной обороны и уничтоженные российские сушки, те самые штурмовики, которые противник активно использует для нанесения ударов по нашим объектам с помощью управляемых авиационных бомб, они часто падают на землю. Кстати, тут следует вспомнить заявление первого заместителя министра обороны нашей страны, Ивана Говорилюка, который утверждает, что наибольшие проблемы сейчас для наших защитников создают те самые кабы. В течение месяца противник может использовать 3, даже до 4 тысяч тех самых управляемых авиационных бомб и их вес составляет от 250 килограмм и более. Безусловно, они несут огромные разрушения после того, как попадают, куда их направляют российские летчики. Поэтому фактор уничтожения российских штурмовиков, бомбардировщиков, носителей тех самых управляемых авиационных бомб остается весьма актуальным и крайне важным для обеспечения безопасности наших защитников. Российская пропаганда в последнее время активизировала свое ИПСО о том, что российские оккупанты якобы захватили поселок Работино в Запорожской области. Вооруженные силы Украины при этом опровергают эту информацию. Что происходит там? Какая ситуация? Коллеги, ради справедливости надо сказать, что от поселка Работино осталось лишь название. Поселок полностью уничтожен. Вражеская авиация, вражеская артиллерия, разрушение носит тотальный характер и вести оборонительные действия на территории руин крайне сложно. Да, противник в рамках так называемых бонзай-атак способен продвигаться по территории этого населенного пункта аж до северных его краев. Ну а далее в работу вступают украинские артиллеристы, которые все эти штурмовые подразделения противника смешивают с украинской землей. Собственно говоря, когда мы говорим о диспозиции сил и средств украинских сил обороны и российской оккупационной армии, то мы говорим о том, что южные окраины этого населенного пункта условно находятся под контролем российских оккупантов, южные и юго-западные. Вся остальная территория поселка либо же серая зона, либо же это территория контроля украинских сил обороны. В таких условиях, когда разрушено все и вся, когда физически невозможно укрыться, и от работы вражеских снайперов, и от работы вражеских минометчиков, и уж тем более артиллеристов, говорить про эффективный контроль над этим населенным пунктом невозможно. Независимо, о ком идет речь, либо про украинские силы обороны, либо про российских оккупантов. Но то, что наши артиллеристы в настоящее время имеют более серьезные возможности в плане введения артиллерийского огня, потому как есть боеприпасы, это, безусловно, тот фактор, который способствует стабилизации ситуации на поле боя. Ситуация сложная, но полностью контролируется украинскими силами обороны. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 500 тысяч человек. Насколько эта цифра ощутима для путинской армии? Есть ли у них возможности оперативно и качественно пополнять резервы? Или, возможно, все-таки придется Путину пойти на вторую волну открытой мобилизации? Коллеги, что такое 500 тысяч? Россияне в феврале 2022 года начинали так называемую специальную военную операцию, создав группировку войск на уровне 200 тысяч. С того времени, соответственно, первые волны российских оккупантов были полностью уничтожены. Им на смену пришли. Следующая волна также полностью уничтожена. В настоящее время от третьей фактически волны осталось лишь 50%. Очевидно, что противник несет огромные потери. Я, кстати, не имею ни единой даже причины для скепсиса, когда слышу заявление от спикеров Генерального штаба, которые озвучивают официальные сводки в части уничтожения вражеской техники, вражеского личного состава. Все эти цифры, они определенным образом мобилифицируются, и схема стандартная. Никаких ноу-хау, скажем так, и особенностей со времен 2014 года, когда началась антикеррористическая операция, затем операция объединенных сил, в принципе, в подсчете вражеских потерь, не случилась. В любом случае, противник несет огромные потери, но эти потери обусловлены не только неимоверным уровнем выучки мастерства наших специалистов, а, в первую очередь, артиллеристов. Ведь, как известно, именно наши ракетчики и наши артиллеристы уничтожают до 90% живой силы противника. Но еще и тем, такая большая цифра обусловлена, что российские генералы абсолютно не обращают внимания на эти самые потери среди подчиненных личных составов. Им крайне важно, тем самым, российским генералам выполнить задачи и указания Владимира Путина, его окружения, а какой ценой эти задачи будут реализованы. Собственно говоря, история второстепенная. И в этом смысле у меня есть очередной раз возможность донести нашей российской аудитории буквально очевидную, как по мне, вещь. Путин абсолютно все равно. Как вы погибнете? Только вас погибнет. Ему важно достичь определенных геополитических целей в рамках реализации своих планов. Но стоит ли умирать за какие-то дивные желания и ожидания премьерского диктатора? Ведь война, она не прощает. Она не прощает самых скоропалительных решений. И попав непосредственно на поле боя, я рекомендую российским военнослужащим искать возможность. То есть существует огромное количество ресурсов, сил и средств для того, чтобы безопасно для себя сдаться, попасть в украинский плен. Это гарантированно сохранить вам жизнь и здоровье. Потому как при прочих иных обстоятельствах у вас лишь только один путь. В лучшем случае трехсотый на Большую Землю, в лучшем случае двухсотый. И не всегда двухсотых российские оккупанты успевают эвакуировать. Интенсивность введения боевых действий настолько масштабно и тотально, что часто украинская земля навсегда, навеки принимает свои объятия, тела российских оккупантов, а их родные и близкие уже не имеют возможности даже по-христиански проститься со своими родными и близкими. Да, если говорить о плене, нужно отметить, что Украина придерживается Женевской конвенции точь-в-точь. И российские плены в украинском плену содержатся совершенно не так, как украинские плены в российском плену. И в Украину допускаются представители Красного Креста для того, чтобы проверять, как содержатся российские плены. Россия производит артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее и в четверо дешевле, чем западные союзники Украины. Об этом сообщает американский телеканал Sky News. Как вы думаете, соответствует ли эта информация о действительности? Если да, то почему? Как России тогда в таком случае удается удешевлять этот процесс? Я не готов верифицировать цифру почти 4 миллиона. Ту цифру, которую Sky News заявляет, потому как видел крайнее заявление от нашей разведки, что, например, в течение 2024 года российская оборонная промышленность будет способна изготовить порядка 2 миллионов 100 тысяч боеприпасов. Возможно, данные, которые я видел ранее, уже устаревшие. В любом случае, мы должны четко понимать. Снаряды, которые изготавливают наши заокеанские и европейские партнеры, на порядок более высокоточный и, соответственно, более эффективный. Соотношение снарядов, которые необходимы для реализации одной и той же артиллерийской задачи, относятся на уровне на один снаряд, выпущенный западной артиллерии, необходимы как минимум 7 снарядов от российских или еще советских производителей. Соответственно, в этом отношении даже четырехкратное преимущество российских производителей боеприпасов точно не будет кардинально влиять на ситуацию на поле боя. А вот что будет кардинально влиять на поле боя, так это так называемое отложенное решение. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что наши западные партнеры часто принимают решение в течение 12 месяцев после того, как услышали первый запрос от украинской армии в части поставок вооружения или боеприпасов этого вооружения. Украинский министр обороны Рустам Увера заявляет, что лишь 50% от заявленных ресурсов поступает на вооружение украинской армии от наших западных партнеров. Вот это, на самом деле, серьезная проблема. И тут есть чем заниматься нашим дипломатам, ведь кейс дипломатических переговоров, в том числе и в рамках интенсификации поставок вооружения и техники для международного украинской армии всегда остается актуальным. Безусловно, Владислав, спасибо вам большое. Владислав Селезнев, полковник запаса, военный обозреватель, обсудили ситуацию на фронте. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.